Укладка на короткие волосы Без использования фена и брашинга А с использованием гофре и плойки Почему? Потому что свадебному стилисту не всегда удобно, когда он приезжает к невесте, брать еще с собой фен и брашинги Они достаточно тяжелые и занимают много места Только по этой причине я предлагаю альтернативу, как можно обойтись без фена, если его нет Конечно же, фен это тоже здорово, и укладки на фен я тоже люблю Но не всегда бывает такая возможность Ну что, начинаем! Вот такую укладку мы сегодня с вами будем делать Итак, у нас с вами достаточно короткие волосы Да, чуть-чуть отросли корни Ничего страшного Такое тоже бывает в жизни, когда клиент приходит и просит сделать ему укладку Не всегда цвет идеальный И на самом деле не надо на это прям вот так обращать внимание Что вот если у вас отросли корни сантиметра Все, ужас ужасный, я вам укладку делать не буду, пока я вас не покрашу Конечно же, было бы хорошо покрасить Но, поверьте мне, можно сделать красиво, очень красиво, даже с немного отросшими корнями Обратите внимание, что просто сухие волосы, которые помыли, посушили феном хаотично, без брашенка, без всего Я прорабатываю прикорневой объем с помощью гофре Гофре я делаю буквально сантиметра 3-4 Причем, обратите внимание, как я делаю гофре Я как бы проворачиваю гофре, делая объем После того, как я сделала гофре по всей голове Я делаю макияж, этот макияж я выкладывала у себя на канале Это просто небольшой обзор Для тех, кто не видел, заходите, смотрите Итак, продолжаем Теперь я делаю гофре на височной зоне Причем, вот тут вот тоже очень важно, как мы его делаем Нужно прям вот проворачивать максимально Движение очень похоже на то, как если бы мы работали брашингом Я не против фена, естественно Но бывает такое, что нет фена Когда я работаю с невестами, я с собой фен не вожу А гостиничный фен, поверьте, мне не подходит для хорошей профессиональной укладки И вот таким вот образом я делаю укладку Но на самом деле это не только от отсутствия фена, нет Дело в том, что после укладки на брашинг У вас все равно остается как бы такой не совсем стойкий объем Тем более, когда вы работаете с мамой невесты С бабушками невесты, не знаю, с возрастными клиентами Часто бывает такое, что наши клиенты не могут просто-напросто Немножко взмокнуть, когда начнут танцевать, да И поэтому вот эта вот техника, она очень-очень подходит То есть даже если ваш клиент будет плясать на столе Укладка останется вот прямо в первозданном виде Теперь я беру плойку 32 мм И начинаю подкручивать Подкручиваю на лицо Можно немножко обработать лаком жидким Либо предварительно чуть-чуть нанести пену И потом высушить все волосы Но я все-таки за лак Пеной я не пользуюсь У меня такие немножко альтернативные методы Хотя я опять же не против пены Можно и с помощью нее тоже делать шикарные укладки Когда мы переходим к верхней затылочной зоне То есть это уже после точки, наивысшей точки уха Я начинаю делать небольшой начес А в самом низу мне начес был не нужен Потому что там им не нужен мне был гиперобъем Здесь мне уже нужен объем Поэтому я начинаю делать начес Ну вот, собственно, сейчас я буду продолжать Прорабатывать всю затылочную зону И хочу с вами поделиться Одним своим вообще удивлением, потрясением Совершенно недавно я ездила в ЗАГС Мне нужно было туда по делам Определенные документы оформить И встретила там огромное количество невест И знаете, я была поражена тому Какие некрасивые прически были сделаны у невест Вот тут у меня возникает вообще вопрос Эти невесты сами себе делали прически Либо стилисты, которые им делали прически Совершенно не умеют пользоваться интернетом Ютубом И уж точно не видели мои ролики Я к чему? К тому, что выкладываю, выкладываю я ролики Сейчас вообще очень активно эта сфера развивается Очень много проводится мастер-классов Но по-прежнему почему-то уровень свадебных стилистов Уровень выполнения услуг На данный момент очень низкий Поэтому, дорогие девочки Если вы все еще думаете Идти в эту профессию или не идти Если тут конкуренция либо нет Поверьте мне, она невысока Потому что до сих пор Огромное количество не очень профессиональных стилистов Работает в этой сфере Поэтому, если вы будете делать действительно качественные, красивые прически, укладки и макияж Вы очень-очень быстро наберете себе клиентскую базу По крайней мере, пока поезд не ушел Еще можно в него запрыгнуть Это я поняла, вот буквально убедилась еще раз в этом на дня Затылочную зону мы сделали Теперь переходим к височной зоне Обратите внимание, что я тоненькие прядочки отделяю на краевой зоне И вытягиваю гофре Сейчас я работаю утюжком Утюжком я протягиваю верхние пряди Для того, чтобы не было видно гофре И очень аккуратно затягиваю назад Вот эту вот височную прядочку Для того, чтобы она у меня красиво и хорошо обравляла лицо Очень удобно, когда вы работаете именно с помощью этой техники Что? Вы сами создаете направление пряди Когда мы работаем брашингом Мы, конечно же, тоже создаем направление пряди Но, чтобы создать его идеально от корня И чтобы корень у вас стоял, а не разваливался в разные стороны Нужно, поверьте мне, очень много усилий Когда вы работаете с помощью гофре и утюжка Усилий нужно минимум Челка Это очень тоже важная часть Здесь мы также сделали гофре Делали мы его на лицо Обратите внимание, что сейчас я работаю утюжком Здесь более короткие волосы Поэтому работать, например, на 32-ю плойку я здесь не могу Утюжок что у меня делает? Во-первых, вытягивает волосы и делает их блестящими А во-вторых, я создаю направление Важно протягивать от начала и до конца И создавать объем прямо от корней Для того, чтобы у вас максимально красиво и хорошо легли волосы Дальше я начинаю делать ребрышки Причем, ну, даже я бы сказала не ребрышки А просто отделять небольшие прядки Это я делаю с помощью жидкого лака Это силуэт шварцков Прорабатываю Конечно же, скажу вам честно, для меня это Ну, очень простая укладка Просто очень Ну, я бы примерно, я не знаю, 20 минут, наверное, ее делала Но по вашим многочисленным просьбам выложить что-то подобное на YouTube Я это выкладываю Хотя мне кажется, что это, ну, просто элементарнейшая работа И мне будет очень приятно, если вы напишите в комментариях Было ли вам полезно это видео Действительно, да, на то, насколько у меня просили Прям вот, ну, вот на совсем короткий Чтобы я выложила видео Как делается укладка Вот, собственно, вот так Очень-очень легко и просто Дальше на затылочной зоне я также прорабатываю прядочки С помощью жидкого лака Фиксирую их, укладываю в какие-то красивые узоры Ну, здесь вы уже сами решаете, как именно сделать Можно вообще без узоров Просто у вас будет укладка, да, такая, ну, шапочка кругленькая Можно разложить Обращаю внимание, что у меня, ну, соответственно, в данном случае Так как отросли достаточно сильно корни у моего клиента Отросла и форма, да, то есть где-то на 2-3 сантиметра Но это совершенно не помеха Сделать укладку Вообще, я считаю, что любая даже стригка Когда вот она немножко отросла На 2-3 сантиметра Подобного плана А именно в укладке она смотрится еще лучше Просто в жизни, когда мы укладываем Там немножко сложнее сами себя А вот когда профессионал Тут как бы каждый сантиметр Он прям на вес золота Ну, вот, собственно, такая красавица Даже я бы сказала королева Красавица это как бы очень не подходит в данном случае Королева, мама-невеста у нас получилась Такой вот шикарный образ Смотрите, как я делала макияж Если что-то вдруг непонятно Задавайте вопросы Ну и пишите Пишите, что вам было интересно И если попробуете эту технику Присылайте мне фотографии Вконтакте, в фейсбуке В инстаграме Я с удовольствием посмотрю На ваши произведения искусства Оценю и напишу свое мнение Про вашу работу А я же благодарю свою модель Ну что, как вам такая укладка? Понравилась? Вы знаете, помимо того, что она делается Очень легко и быстро Она очень стойкая В особенности, когда вы работаете С мамами-невестами, с бабушками невест Конечно же, в процессе свадьбы Когда они выпьют бокал шампанского Начнут плясать Происходит что? Немножечко корни волос мокнут И когда у нас выполнена укладка Только на брашинг Она сразу же начинает вот так вот проседать Обвисать И такие Не очень красивые образы получаются Когда мы делаем на гофре Добавляем чуть-чуть начосика Можно хоть на столе плясать Ничего у вас в голове не прилипнет Укладка как была объемная Так и останется Это огромный плюс Вот именно такой укладки Пожалуйста, вам в копилочку Еще одна техника от меня Вам же желаю удачи во всех ваших делах Во всех ваших начинаниях Здоровья, счастья, любви и процветания Пока-пока С вами была Анна Комарова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok